Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю Господу, братья и сестры, всех вас благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа, именем нашего Спасителя. И сегодня, сейчас перед собранием, здесь вот обнаружил инструмент музыкальный, вы знаете, действительно славить Бога, славить нашего Господа достойно различных музыкальных инструментов. И я сам не музыкант, я художник, и, в общем-то, для меня средством выражения является не музыкальное орудие, допустим, да, вот это, или какое-то еще другое. Кстати, очень красиво звучит, мне кажется, какие-то интересные, волшебные прям. Вот, и, знаете, на разных музыкальных инструментах, орудиях действительно должно восхвалять нашего Господа. И, если в вашем сердце есть желание славить Бога на музыкальных инструментах, значит, то обязательно свяжитесь со мной, напишите мне, позвоните мне, или кому-то из наших священнослужителей. Потому что здесь, на Кловске, мы проводим служение, но большей части это у нас слово, рассуждение над Словом Божьим, проповедь, свидетельство. И очень редко у нас пение, и еще реже музыкальные инструменты, если только в гости какие-то приходят музыканты. Там Женя Гудухин к нам приходил, пел здесь, в этом же зале, значит, Рэбе Юзик, там другие еще братья и сестры приходили. Вот, на прошлом служении, там, в приемной мы проводили собрание, там, значит, сестра, одна Елена, пела тоже под гитару, значит, исполняла песни. И вот, знаете, действительно, пусть и в реформаторском православном братстве нашем, евангельском православии, пусть звучат и аккордеоны, и баяны, и, значит, и гитары, и разные клавиши, там, то есть разные музыкальные инструменты, скрипки, все, что гусли, там, не знаю, различные музыкальные орудия, музыкальные инструменты, трубы, все, духовые, ударные, все, все. Абсолютно. Пусть будет во славу Господа, Бога Всемогущего. Тем более, что у меня есть в сердце это желание давно уже, с самого начала, собственно, церкви, чтобы у нас было прославление. Вот нужно действительно, чтобы были музыканты, творческие люди, которые вот это служение бы развивали. Это очень важно. Я бываю в гостях в разных собраниях, в разных церквях, молитвах на домах и разных конфессиях, и вижу, не везде, правда, но в большей части все-таки в христианстве сегодня музыка, она действительно звучит во славу Господа Иисуса Христа. И пусть и в наших собраниях, вот, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиеписком, которым я являюсь, пусть тоже звучит хвала Господу, не только из наших уст, но и на музыкальных инструментах. Хотя, на мой взгляд, самый лучший инструмент это просто голос человеческий. Действительно, когда мы поем, воспеваем Господа, как говорил Мартин Лютер, великий реформатор, в этом году часто его вспоминаем, добрым словом, потому что этот год у нас 500-летие, год реформации, и мы часто вспоминаем добрым словом Мартина Лютера. И он, среди прочего, был также и музыкальным реформатором, об этом мало кто знает, наверное, но он был действительно реформатором в музыке. Знаменитые немецкие хоралы, да, песни, даже враги реформации, контрреформаторы признавали в то время, в 16 веке, что во многом благодаря песням как раз в музыке распространяются идеи реформации по всей Европе. Люди говорят в кабаках, люди говорят, значит, там, где-то там, значит, в полях просто работают, значит, и поют песни Мартина Лютера. Слава Богу! Так что, вот, гимнопробуждение, гимнореформация. И пусть, конечно, звучит хвала из наших уст, из наших сердец, но и под аккомпанемент, конечно же, музыкальных различных орудий, различных инструментов. Слава Богу! Хвалить Его, Господа, Его, Бога Абрама, Исаака Якова, нашего Небесного Отца, на струнах и органиях, в кимвалах громогласных, всякое дыхание, все дышащее, дохвален Господа. Аллилуйя! Слава Богу! Благоставляю всех вас во имя Господа Иисуса Христа из города Киева, с нашей архиепископией киевской. Благоставляю во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Будем это исповедовать и будем жить так, что действительно лишь имя Христова, лишь кровь Иисуса Христа, нашего Спасителя, лишь благодать, слава Иисусу Христу. Аллилуйя! Аллилуйя!